Приветствую всех любителей головоломок! В этом видео я расскажу, как собирать Megaminx. Megaminx это достаточно несложная головоломка в форме додекаэдра, которая является аналогом обычного кубика 3х3. В нем также есть центры, имеющие один цвет ребра, имеющие два цвета и углы, имеющие три цвета. Принцип сборки аналогичен сборке кубика 3х3, поэтому те, кто хорошо собирает кубик 3х3 или в принципе умеет его собирать, не увидит в этом никаких проблем. В данном видео я постараюсь сделать так, чтобы не пришлось учить большого количества новых формул, а применять лишь то, что уже известно в кубике 3х3, ну за некоторым исключением. Megaminx имеет 12 граней, соответственно 12 цветов. Имеет привычные для кубика 3х3 цвета белый, синий, красный, зеленый, добавляется фиолетовый цвет, но желтый располагается не напротив белого и цвета с другой стороны голубой, оранжевый, салатовый, розовый и серый. Серый, который напротив белого. В кубике 3х3 напротив белого у нас располагается желтый. Здесь немножко не так, поскольку граней больше. Процесс сборки мы разделим на несколько этапов. На первом этапе мы будем собирать белую звезду. Это аналог креста на кубике 3х3. Вторым этапом мы соберем первые два слоя. Это аналогично F2L первым двум слоям на кубике 3х3. Следующим этапом мы соберем так называемые вторые два слоя. С-100L. На кубике 3х3, к сожалению, такого этапа нет, но он аналогичен сборке первых двух слоев. Принцип тот же. Далее мы, как и на кубике 3х3, должны будем собрать OLL, который будет состоять из двух этапов. Сборка серой звезды и разворот угловых элементов серого слоя. Следующим этапом мы расставим ребра верхнего слоя по своим местам и на завершающем этапе полностью соберем Мегаминкс расставив углы по своим местам. Первый этап. Это сборка белой звезды. На самом деле начинать сборку можно с любого цвета, но для определенности начнем с белого, так как большинство людей собирают именно с него. Хотя это не обязательно. Мы все помним, как на кубике 3х3 можно легко собрать крест. Желательно его собирать сразу правильно. Для этого мы должны совместить ребра своим центром, установить на свое место, поставить остальные элементы по своим местам и получается сразу правильный крест. Правильно это значит, что все ребра совпадают с центрами. В Мегаминксе принцип аналогичен. Поначалу нам достаточно будет совмещать каждый элемент со своим центром, то есть ребра имеющие белый цвет, цвет с которого мы начали. Совмещаем со своим центром и перемещаем к белому. Точно так же делаем с желтым, красным, зеленым, и синим. То есть где бы ни находился элемент, мы совмещаем его со своим центром и переводим в правильное положение. Покажу еще один пример. Находим первый попавшийся элемент, имеющий белый цвет. Ну естественно ребра. Совмещаем со своим цветом фиолетовым и поворачиваем к белому. Первое ребро на месте. Ищем следующее. Находим красное, зеленое, желтое. Давайте желтое поставим. Перемещаем любыми способами к своему центру и ставим на место. Продолжаем. Находим красный, помещаем к своему центру, ставим на место. Видим тут зеленый. Переведем его наверх, чтобы был удобней. Подвигаем к своему центру, ставим на место. Ну и остается только синий. Находим синий элемент. Также помещаем к своему центру и ставим на место. На этом первый этап закончен. Сложности здесь никаких возникнуть не должно. То есть должна быть белая звезда с правильно установленными реберными элементами. Переходим ко второму этапу. Сначала покажу на кубике 3х3. После сборки правильного креста нам необходимо установить угловой элемент, реберный элемент, свой слот. Мы это можем сделать как по отдельности. Сначала угол, потом ребро, так и вместе, используя F2L. По отдельности мы находим уголок и при помощи пик-пафов ставим на место. Это может быть один пик-паф, три пик-пафа, обратный пик-паф, ну или любой другой способ, который вам известен. Далее находим ребро, которое должно сюда установиться. И также любым способом ставим его на место. То есть, к примеру, вот так. Ну, любым другим способом тоже можно. То есть все это вам уже известно должно быть в кубике 3х3. Если вы не умеете собирать кубик 3х3, то пожалуйста научитесь, а потом уже берите за Megaminx. Да, можно собирать по одному элементу, но гораздо лучше собирать методом F2L, поскольку ставить сразу пару на место гораздо быстрее и интересней. А в Megaminx основное время сборки уйдет на создание пар, ну или сборку либо первых двух слоев, либо вторых двух слоев. Если вы будете их ставить по одному элементу, у вас сборка будет достаточно долгой и вам головоломка покажется нудной, хотя Megaminx очень интересен. Рассмотрим основные ситуации, которые могут быть на этапе сборки F2L. Для начала пара вот такая, которая решается. Вот здесь одинаковые цвета. Решается опусканием уголка, подведением к нему ребра и поставить пару на место. Также есть трехходовка, которая решается в три хода. И ситуация, когда уголок смотрит наверх. Для этого мы подгоняем ребра к своему центру, пускаем в сторону противоположную второму цвету, подгоняем угол, создаем пару и ставим пару на место. Это все интуитивно и должно быть уже вам известно. Все остальные ситуации приводятся к этим. Как это будет выглядеть на Megaminx? Здесь на самом деле это даже немножко проще, хотя элементов больше и на их поиск может уйти больше времени. Рассмотрим сборку первых двух слоев по одному элементу. Для этого нам необходимо найти уголок и ребра. Для начала находим, к примеру, белый-синий-желтый уголок и ставим любым способом его на свое место. Потом находим ребро и, как в новичковом методе, ставим его тоже на место. Я не рекомендую собирать первые два слоя, да и после, по одному элементу. За исключением тех случаев, когда у вас уголок уже встал сам на свое место. И остается доставить только ребро. Если будете вы это делать, то Megaminx, как я уже говорил, покажется очень скучной и нудной головоломкой. Поэтому собирайте сразу парами. К примеру, мы находим бело-фиолетово-желтую пару. Вот уголок, вот ребро. Располагаем их на одной грани. Видим, что это трехходовка. Собираем трехходовку и ставим в свой слот. Подгоняем к своему месту и интуитивными движениями ставим на место. Видим дальше. Красно-зеленая, белая пара. В стандартной ситуации поворачиваем ребро, подгоняем уголок, получаем пару. И любыми способами доставляем к своему месту. Ставим в свой слот. Ищем дальше. Белая, зеленая, фиолетовые. Вот ребро для этого уголка. Они находятся на разных гранях. Поэтому мы сначала совместим их на одной грани. Причем не важно на какой. Можно этой, этой, этой. Любой. Лишь бы не разрушить то, что уже собрано. Видим, что это неправильная трехходовка. Делаем правильную трехходовку. И собираем пару. Пару целиком уже отправляем к своему месту. Следующая пара. Белая, синие, красные. Видим, они опять находятся на разных гранях. Совмещаем на одну грань. Получаем стандартную ситуацию. Собираем пару. Ребро. И отправляем в свой слот. Дальше. Белая, синие, желтая. Видим уголок. Ищем ребро. Ребро у нас находится вот здесь. Любыми перемещениями. Совмещаем их на одной грани. Приводим к стандартной ситуации трехходовки. И здесь у нас даже получилось разместить ее над своим слотом. Это не обязательно, но приятно. Собрав эту пару, мы сразу установим ее на свое место. Вот собран F2L. Собраны первые два слоя Megamix. Здесь никакой новой информации, в отличие от кубика 3х3, нет. То есть все так же интуитивно, легко и просто. И новых алгоритмов тоже нет никаких. Покажу еще один пример. Видим, у нас уже собрана звезда. Звезда собрана правильно. Ищем элементы, которые будут составлять наш второй свой. Первыми мне попадаются белый, красный, зеленый. Вижу угол, вижу ребро. Совмещаю их на одну грань. Привожу к стандартной ситуации, к трехходовке. Здесь чаще всего будем приходить либо к трехходовке, либо к другой ситуации, где угол смотрит вбок. Собираем пару. Пару подводим к своему месту и интуитивными движениями загоняем. Дальше попадается бело-зелено-фиолетовый. Ищем ребро бело-зелено-фиолетовое. Оно почему-то оказывается вот здесь. Это совершенно не важно. Перемещаем его на одну грань со своим углом. Собираем пару. Пару целиком. Переводим к своему месту. И ставим в свой слот. Следующее. Бело-сине-красное. Находим ребро. Подводим на одну грань с углом. Делаем стандартную ситуацию. Трехходовку. Собираем пару. Ну, здесь в один ход. Поскольку мы далеко находимся от своего слота. Перемещаем пару целиком к своему слоту. И ставим в свой слот. Ищем следующее. Вижу бело-фиолетовое-желудое. Переводим угол и ребро на одну грань. Здесь можно как бы из такого положения решать пару. А можно сделать вот так. И привести к состоянию неправильной трехходовки. Это здесь как удобнее. Делаем трехходовку. Собираем. И введем пару целиком в свой слот. Белое-сине-желтое. Делаем правильную трехходовку. Нам повезло. Она располагается как раз над своим слотом. Собираем. Проверяем. У нас все собрано. На этом второй этап сборки Megaminx закончен. То есть собраны первые два слоя. На третьем этапе мы должны привести Megaminx к такому состоянию. То есть помимо первых двух слоев должны быть собраны следующие два. То есть у нас должен быть не собранным остаться только один верхний слой. Как это делать? На самом деле есть два подхода к сборке вторых двух слоев S2L. Я покажу оба. Вначале мы берем ребро. Я привык брать вот такое голубое-фиолетовое. Подводим к своему центру и совмещаем с фиолетовым центром. Ну на месте этого ребра может быть любое главное между своих центров его установить. Далее у нас как бы получается слот куда можно установить пару. Но вместо белого цвета у нас фиолетовый. Ну и второстепенные цвета зеленый и голубой. Ищем голубой-зеленый-фиолетовый уголок. Вот уголок и голубое-зеленое ребро. Переводим их на одну грань. Делаем из них пару. К примеру трехходовку. Любым удобным способом. И загоняем в этот свод. То есть можно было также отдельно пару собрать где-нибудь здесь. Давайте мы это продемонстрируем. К примеру мы их нашли и установили на эту грань. Здесь собираем пару. И переводим к этому слоту. То есть мы установили ребро и поставили рядом с ребром пару. Дальше я привык идти в эту сторону. Мы смотрим следующий центр. Бежевый, рядом с ним зеленый. То есть нам нужно бежево-зеленое ребро. Находим и совмещаем с бежевым и зеленым центром. Сюда также ставим пару. Теперь вместо белого цвета у нас будет зеленый. Как раз вот элемент стоит, который здесь должен быть. Ну допустим его там не было. Находим бежево-зелено-красный уголок и бежево-красное ребро. Переводим их на одну грань. И решаем стандартную ситуацию F2L. Здесь можно сделать вот так. Собрать пару и установить на место. И мы получаем еще один элемент, так называемый ромбик. Один ромбик, второй ромбик. Дальше переходим к следующему центру. Розово-красный. Ищем розово-красное ребро. Оно нашлось вот здесь. Устанавливаем между розовым и красным центром. Теперь вот сюда, именно слева от ребра, которые мы установили, нам нужно установить пару. Цвета должны быть красный, синий и розовый. Ищем красно-розово-синий угол и розово-синие ребро. Вот они. Ребро, угол. Опять же, стандартная ситуация F2L. Когда уголок смотрит вверх. Собираем пару. Устанавливаем на место. Получаем третий ромбик. Следующий центр. Салатово-синий. Находим салатово-синий ребро. Подводим к своему центру. Совмещаем с соседним. Вот сюда, слева от этого ребра, нужно установить пару. Желто-салатово-синюю. Синий вместо белого. Находим. Вот у нас угол. И желто-синее ребро. Желто-салатовое. Ребро, уголок. На этой грани. В этот слот. Собираем пару. И устанавливаем. Переходим к следующему. То есть, вот у нас уже. Голубой, бежевый, розовый, салатовый. Ромбики собраны. Остался один. Оранжевый. Тут немножко потрудней. Но тоже все достаточно просто. Оранжево-желтое ребро. Находим. Устанавливаем к своему центру. Может возникать ситуация, что мы сдвигаем соседние ролики, уже собранные. Их надо не забывать возвращать на место. Теперь нам нужно установить пару вот сюда. Здесь должна быть оранжево-фиолетово-желтая пара. Находим эти элементы. Оранжево-фиолетовое ребро здесь. Ищем угол. Он находится здесь. Простым пиф-пафом его отсюда достаем. И видим, наша пара. Собираем пару наверху. Любыми способами. И теперь здесь бывают два варианта. Либо пара слева, либо пара справа. В обоих случаях это решается очень похоже. Хотя в этом положении проще. То есть, по идее, нам нужно установить пару вот в этот слот. Но здесь мешается вот эта конструкция. Мы можем просто приподнять тот слот, куда нужно установить эту пару. Вот на это место. И установить пару. Соответственно, одним движением возвращаем. И получаем еще один ромбик. Соответственно, если у нас пара была в таком положении, мы делаем все то же самое. Отведем ее в сторонку, чтобы не сломать. Поднимаем вот этот слот. Поднимаем сюда наверх. И вот эту пару устанавливаем на это место. Вот у нас получается ромбик. И должны получиться вот такие вот ромбики. То есть, собраны первые два слоя. И вот такие ромбики. На самом деле это не ромбики, но принято их так называть. Но это, естественно, не все. Дальше нужно собрать оставшиеся пары. Это делается точно так же, как и первые два слоя, как в обычном кубике 3х3. Находим два элемента. К примеру, вот. Красно-розово-бежевый. Вот его ребро. Создаем пару. Устанавливаем на место. Ищем следующие. Ну, понятно, что у нас верхний цвет серый. Так что элементы, которые серые цветы не имеют, будут составлять элементы из этих пар. Так что видим любой уголок, который не серый. Синий. Салатово-розовый. Салатово-розовое ребро. Создаем трехходовку. Главное, ну, смотреть сзади, чтобы ничто не разрушилось. Подводим к своему слоту. И собираем. Ищем дальше. Фиолетово-голубое-оранжевое. И голубое-оранжевое ребро. Создаем трехходовку. Подводим к своему слоту. Устанавливаем. Дальше. Зелено-оранжевое-желтый. Достаем ребро. У нас получается трехходовка. Которую мы легко ставим в свой слот. Ну и остается у нас одна пара. Здесь никаких особенностей нет. Угол. Ребро. Создаем пару. Ставим пару на место. Вот таким способом обычно все и собирают. Но лично я предпочитаю собирать немножко по-другому. Второй способ сборки вторых двух слоев. SDL. Это как бы метод Саймона Вайсланда. Когда я сам учился собирать Megaminx, не было нормальных обучалок. Я собирал информацию с различных источников. В итоге остановился на таком методе сборки. Начало такое же. Мы находим. Я нахожу голубое и фиолетовое ребро. Совмещаю их в центре. Дальше. Точно так же ставлю пару вот сюда. Теперь будет показывать чуть побыстрее. Принцип тот же. Нахожу пару. Ставлю. Следующий шаг. Он опять такой же. Дальше. Я нахожу ребро, которое будет стоять между вот этими двумя центрами. Ну слева того ромбика, который же собран. Бежево-зеленое. Совмещаем его со своим центром. И ставим между бежевым и зеленым. Далее. Далее я буду собирать не эту пару. И буду собирать вот эту пару. Тем самым заполняя пространство между вот этими центрами. Для этого мне потребуется бежево-зелено-голубая пара. Находим нужные элементы. Уголок здесь. Ребро здесь. Создаем пару. Ставим пару на место. И у нас вместо ромбика получается вот уже такая конструкция. И нам не придется возвращаться сюда, чтобы собирать оставшиеся пары. Следующую пару собираю здесь. Для этого мне потребуется вот этот уголок и бежево-красные ребро. Вот они. Создаем пару любым способом. И ставим пару на место. Дальше мы опять переходим к новому центру, у которого нет пар. Находим ребро, которое будет стоять между двумя этими центрами. Ставим в свое положение. И собираем эту пару и эту пару. Причем не так важно в каком порядке эти пары собирать. Можно собрать сначала эту, а потом собрать эту. К примеру, сейчас мы так и поступим. То есть первой мне попалась вот эта пара. Красно, синий, розовый. Вот они элементы. Создаю пару. Ставлю свой слот. Теперь нужно вот эту пару собрать. Видим, вот они элементы. Бежево-розовый, бежево-розово-красный. В любом месте создаем пару. К примеру, здесь вот она пара. И ставим свой слот. Дальше переходим к следующему центру. Нужно ребро зеленое, ну салатово-синее. Оно здесь стоит. Выведем ее наверх. Развернем. И поставим вот сюда. Сразу видим пару, которая должна стоять слева. Легко ее собираем стандартными методами. И ставим на место. Тут же видим пару, которая должна стоять справа. Тоже ее собираем. Собираем и ставим на место. Переходим к последнему центру. А у нас уже собраны все пары из двое, кроме вот этих. Находим оранжево-желтое ребро. Устанавливаем. Ну, к примеру, вот зелено-оранжевая пара. Поставим ее сюда. Соберем. И установим. Остается сюда сначала оранжево-фиолетово-желтую пару. Ну, и оставшуюся на это место. Мы видим, пара здесь собралась сама. Ну, это хорошо. Это повезло. Давайте мы ее сломаем. Как будто такого не было. Нашли пару. Создали. И теперь нам нужно ее установить сюда. Точно так же, как и в обычном способе. Мы отводим эту пару в сторонку. Поднимаем нужный слот на одно положение вверх. Ставим сюда пару. И возвращаем. Остается последний слот. Вот эта пара. Собираем. И ставим на место. Все. Вторые два слоя тоже собраны. Я показал два метода. Можно собирать любым. Нельзя сказать, что какой-то из них сильно быстрее, чем другой. Просто каждому свое. Мне лично больше нравится второй метод. Метод Саймона Весленда. Поскольку в нем гораздо меньше перехватов. И всегда идешь в одну сторону. Не надо возвращаться. Не нужно доставать элементы из пустых слотов для забираемых пар. Много преимуществ. Но, опять же, дело ваше. Какой метод выбрать. Работают оба. И собирать очень хорошо можно любым из этих методов. И причем каждый из них может освоить начинающий сборщик. На следующем этапе нам необходимо сначала создать серую звезду. После собрать полностью серый слой. Ну или верхний слой. Смотря какой цвет у вас оказался наверху. Для этого вспомним такие же ситуации на кубике 3х3. Если собирать ОЛЛ в два этапа. На кубике 3х3. То у нас есть всего три ситуации. Из которых нужно сделать крест. Это точка. Это такая вот палочка. И такая вот галочка. Разберем все по порядку. Ну, основная ситуация это палка. Которую нужно поместить горизонтально. И выполнить нехитрые алгоритмы. Повернуть фронтальную грань. Делать пиф-паф. И вернуть фронтальную грань на место. Получается желтый крест. Если у нас галочка. То достаточно повернуть фронтальную грань. Делать два пиф-пафа. И поставить фронтальную грань на место. Чтобы получился крест. Если же у нас точка. То мы сначала делаем любой из алгоритмов. Либо для палки. Либо для галки. К примеру. Выполним фронтальную грань. Пиф-паф. Фронт на место. Мы получили галку. Фронт. Два пиф-пафа на место. Получился крест. В чем же разница на мегамиксе? На самом деле ни в чем. Просто эти же самые. Ситуации выглядят чуть-чуть по-другому. Но смысл абсолютно такой же. Рассмотрим первую ситуацию. Эта ситуация аналогична. Обычной палке на кубике 3х3. Но. У мегамикса палка имеет. Как бы. Три луча. Нам необходимо расположить. Эту импровизированную палочку. Таким образом. Чтобы один луч был справа. А два слева. Вот такая же палка. И что мы делаем. Мы также поворачиваем фронтальную грань. Делаем пиф-паф. И возвращаем фронтальную грань на место. У нас получается звезда. То есть. Точно так же как на кубике 3х3. Вторая ситуация. Это галочка. Мы опять видим. Что галочка имеет. Три луча. Но. Мы располагаем ее. Точно так же. Как на кубике 3х3. Ну. Чтобы свободные слоты. Были здесь. И здесь. А сама галочка. Располагалась вот так. Что мы делали в кубике 3х3. Мы поворачивали фронтальную грань. Делали 2 пиф-пафа. И возвращали фронтальную грань. Так же крест был собран. Третья ситуация. Мини приятный из всех. Это точка. У которой также есть лишний луч. Не важно из какого положения делать алгоритм. Но мы сначала выполняем любую из первых двух. Палку. Любую галку. Потом решаем то что получится. К примеру. Сделаем палку. Повернем фронтальную грань. Делаем пиф-паф. И вернем на место. У нас получится палка. Ставим в исходное положение. И делаем палку. Вот у нас получилась звезда. Первая часть этого этапа у нас закончена. Остается развернуть все вот эти уголки в нужное положение. Это делается так же как в кубике 3х3. Вспомним. В обычном кубике, когда у нас собран крест, достаточно повернуть желтым крестом кубик влево. И делать пиф-пафы. Если у нас желтый цвет смотрит назад, нужно сделать два пиф-пафа. Если смотрит вверх, то четыре. Сделаем два. Элемент развернулся в нужную позицию. Подворачиваем следующий. Смотрит вверх. Сделали четыре пиф-пафа. Встал в нужную позицию. Главное, кубик не перехватывать. Следующий. Два пиф-пафа. И еще один. Четыре. Тогда у нас верхняя шапка OLL собирается. На Megaminx тоже самое. Для того, чтобы правильно ориентировать угловые элементы последнего слоя, необходимо расположить серую звезду сзади и слева. Также необходимо проверить, чтобы серый уголок, который нужно переворачивать, был задействован при движениях правой и верхней грани. Именно этими гранями будем его переворачивать. Как и в кубике 3х3, если серый цвет смотрит назад, мы делаем два пиф-пафа. Серый уголок теперь стоит правильно. Подворачиваем следующий. Серый цвет смотрит вверх. Делаем четыре пиф-пафа. Опять же становится правильным. Подворачиваем следующий. Этот уголок смотрит назад. Делаем два. Следующий. Опять два, поскольку смотрит назад. И пятый уголок тоже смотрит назад. Делаем два пиф-пафа. Таким образом собираются все уголки. Их может быть неправильно ориентированных 3, 4 и 5. Принцип один и тот же. Просто если уголок серым цветом смотрит назад, делаем два пиф-пафа. Если вверх, делаем четыре. К примеру, рассмотрим такую ситуацию. Здесь нужно перевернуть три уголка. Располагаем серую грань сзади и слева. Проверяем, что вот этот уголок задействован движениями правой и верхней грани. Этот уголок стоит правильно. Пропускаем следующий. Серым цветом смотрит назад. Делаем два пиф-пафа. Подворачиваем следующий. Опять собран. Пропускаем следующий. Два пиф-пафа. И еще один. Тоже два. Таким образом, любое количество неправильно стоящих уголков мы можем ориентировать одними пиф-пафами. Так же, как и в кубике 3х3. На этом этапе нам необходимо расставить по местам ребра последнего слоя. То есть, чтобы каждая из пяти ребер совпадала по цвету со своим центром. Для этого мы будем использовать алгоритмы из кубика 3х3. Первый алгоритм, который нам потребуется, это Т1, который выглядит следующим образом. Пиф-паф. И все. То есть, эта комбинация меняет местами два противоположных ребра. Вторая комбинация, которая нам потребуется, это правая лямбда. На кубике 3х3 она выглядит вот так. Делается очень похожим. Т1, сначала R, U, R' и F', а дальше Т1, но не до конца. Как же их использовать на Megamix? Т1, когда мы уже собрали OLL, надо внимательно осмотреть, как располагаются ребра. К примеру, вот голубое ребро, оно совпадает со своим центром. Ищем, есть ли еще такие же. К сожалению, нет. Вращаем верхнюю грань. Смотрим, оранжевая совпадает со своим центром и розовая совпадает со своим центром. У нас могут совпасть либо одно ребро, либо два ребра, либо сразу все ребра. Других ситуаций на Megamix не бывает. Если у нас совпадают два ребра, стоящие напротив, со своими центрами, мы их располагаем таким образом, чтобы одно было направлено к нам, а другое направо и назад. Назад и направо. То есть, вот так вот стояли два правильных, назовем их, ребра. Из этого положения мы просто делаем Т1. В нашем случае все ребра встали по местам правильно. Но может быть такое, что с первого раза все ребра на место не встанут. Придется комбинации повторить. Например, рассмотрим вот такую ситуацию. Голубое ребро стоит на месте. Салатовое ребро тоже стоит на месте. Располагаем одно перед собой, другое сзади. Сзади и справа. Делаем Т1. Проверяем. Ребра по местам не встали. Значит, необходимо, не меняя положение Megamix, эту комбинацию просто повторить. Рассмотрим вторую ситуацию. Сейчас ни одно ребро не стоит на своем месте. Вращаем и видим, что сразу два ребра рядышком совместились со своими центрами. Бежевое ребро и голубое ребро. Если ребра, которые правильно стоят возле своих центров, располагаются рядом, их необходимо взять следующим образом. Одно опять же направлено к нам, а другое слева. К нам и слева. В этой ситуации мы делаем алгоритм лямбда. Правая лямбда. И у нас мы видим, что эти ребра остались на месте. Эти поменяли местами, но пока еще встает неправильно. Повторяем алгоритм. И видим, что все ребра встали правильно. То есть, опять же, либо с первого раза, либо со второго, все ребра встанут на свои места. То есть, если правильно стоят два ребра, то мы используем один из алгоритмов. Либо TPERM, либо правая лямбда. Рассмотрим третью ситуацию. Одно ребро стоит на своем месте, остальные нет. Вращаем. Опять. Одно ребро стоит на своем месте, остальные нет. Вращаем еще. Одно ребро на месте, остальные нет. И как бы мы не вращали, всегда только одно ребро будет стоять на месте. В этом случае нам необходимо из любого положения выполнить лямбду. На самом деле, можно выполнить TPERM, просто лямбда чуть покороче. Выполняем лямбду. Она переставит нам какие-то элементы. И ищем заново. Видим, что совпало вот это ребро и вот это. Располагаем один к себе, другой направо-назад. Это будет TPERM. Выполняем. С первого раза не собралось. Выполняем со второго. Все ребра собраны. Таким образом, у нас есть всего три ситуации. Первая. Когда у нас ребра стоят правильно напротив друг друга. Мы ставим одно к себе, другое направо и выполняем TPERM. Либо один, либо два раза. Вторая ситуация. Когда два ребра стоят рядышком. Мы берем одно к себе, другое налево и выполняем лямбду. Либо один раз, либо два раза. И третья ситуация. Когда только одно ребро стоит правильно. Мы сначала выполняем лямбду, а потом то, что получится. Завершающий этап сборки мегамикса. Это перестановка углов последнего слоя. Здесь может появиться несколько ситуаций. Стоят все пять углов не на своих местах. Могут стоять три угла. Либо четыре угла не на своих местах. Либо все могут сразу стоять на своих местах. И тогда этап выполнять не потребуется. То есть три, четыре или пять. Принцип сборки для всех случаев один и тот же. Покажу все три случая. Если пять углов не стоят на своих местах. Мы делаем следующее. Поворачиваем мегаминкс серой стороной вбок. Таким образом, чтобы у нас вот эта грань осталась передней. А серая стала слева. Уголок, стоящий неправильно. Мы опускаем так вот вниз. Получается вправо. Заменяем его на другой. И возвращаем этот слот на место. Мы смотрим, какой уголок опустили. Зеленый. Ну, салатово-розовый. Подворачиваем на это место слот. Где должен стоять салатово-розовый уголок. Салатово-розовый. Опускаем место. Вставляем туда уголок. И поднимаем это место. Здесь оказался бежево-голубой уголок. Сюда подворачиваем его место. Его слот. Повторяем процедуру. Опускаем его место. Вставляем туда уголок. Возвращаем на место. Здесь появился зелено-оранжевый уголок. Сюда подворачиваем его слот. Опускаем слот. Вставляем в него уголок. Поднимаем. То есть однотипные движения. Здесь синий-голубой-оранжевый. Вот его место. Опускаем. Вставляем уголок. Поднимаем. Здесь получился бежево-розовый. Подворачиваем его в место. Опускаем. Вставляем уголок. Поднимаем. Мегаминкс собран. Рассмотрим другие ситуации. К примеру. На своих местах не стоят три угла. То есть этот уголок стоит на своем месте. Этот на своем месте. А вот эти три не на своих. Делаем все то же самое. Поворачиваем серой стороной налево. Опускаем уголок. Заменяем на какой-нибудь. Поднимаем на место его слот. Здесь салатово-розовый уголок. Подворачиваем его место. Салатово-розовое. Опускаем его слот. Вставляем в него уголок. Возвращаем на место. Здесь бежево-голубой уголок. Подворачиваем его слот. Опускаем. Вставляем туда уголок. Поднимаем. Здесь получился голубой-оранжевый. Его место. Опускаем. Вставляем уголок. Возвращаем на место. И Megaminx собр. Рассмотрим ситуацию с четырьмя углами. Многим кажется, что здесь принцип сложнее. Но на самом деле все так же просто. К примеру, начнем с этого угла. Синий-оранжевый. Опускаем. Заменяем на какой-нибудь. Возвращаем. Здесь у нас синий-оранжевый. Подгоняем его слот. Опускаем. Вставляем уголок. Возвращаем. Здесь оранжево-зеленый уголок. Его слот. Опускаем. Вставляем уголок. Возвращаем. И что вышло? У нас здесь не осталось серых уголков. Что же делать? Подгоняем любой неправильный. Опускаем. Заменяем. На тот, который есть. И возвращаем на место. У нас серый уголок здесь появляется. И мы повторяем наши действия. Бежево-голубой. Вот его место. Опускаем. Вставляем. Поднимаем. Зелено-салатово-розовый. Подворачиваем место. Опускаем. Вставляем. Поднимаем. И остается довернуть. Еще раз покажу ситуацию с четырьмя углами. К примеру, вот такая вот ситуация. Один уголок стоит на месте. А четыре нет. Начнем с любого неправильного. К примеру, салатово-розовый. Опускаем уголок. Меняем на любой. Возвращаем. Салатово-розовый. Его место здесь. Опускаем. Вставляем уголок. Возвращаем. Бежево-розовый. Подгоняем его место. Опускаем. Вставляем уголок. Поднимаем. Опять. У нас серого не осталось. Вместо него какой-то другой уголок. Подгоняем. Любой неправильно стоящий. Опускаем. Заменяем на то, что есть. Возвращаем. У нас серый уголок здесь появляется. Подгоняем его место. Опускаем. Вставляем. Поднимаем. Ну и завершаем сборку. Бежево-глобый уголок. Все тоже самое. Ну, когда четыре уголка, еще приходится доворачивать. Но Megaminx собран. Мы рассмотрели все этапы сборки Megaminx. Как видно, они мало чем отличаются от сборки стандартного кубика 3х3. Но есть свои нюансы. Из новых алгоритмов, если кто-то не знал лямбду или теперм, их придется все-таки выучить. Ну и в конце сборка углов коммутаторами. Дело достаточно интуитивное. И оно легко осваивается с первого раза. Собирайте Megaminx. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok